Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я сегодня буду коротко рассказывать вам о том, как проходят здесь занятия по веб-программированию. И в качестве примера я буду рассказывать про наш курс по Django. Я сама закончила факультет ВМК МГУ и уже много лет занимаюсь веб-разработкой. Причем начинала я еще до того, как стала осваивать Django. Потом первый Django, который установлен у нас на работе в сочетании с вторым Python. Второй Django в сочетании с третьим. То есть я, двигаясь в ногу со временем, неизбежно должна развивать свои навыки и, осваивая новые технологии, рассказывать их вам. О, добрый вечер, я еще кого-то вижу. Я отмечу вас всех в конце, поскольку иначе я сейчас буду много отвлекаться. Ну и кроме того, я работаю в МГУ. Я не оставила научную деятельность. Я изучаю физику Солнца, физику плазмы, взаимодействие солнечно-земных связей. И часто в качестве примеров из реальной практики привожу нашу университетную работу. Разумеется, я не раскрываю каких-то государственных или корпоративных секретов. Тем не менее, есть масса вещей, которые, оказывается, вам полезны, а секретами не являются. Те, кто еще не знаком с нашим центром или только о нем слышал, я хочу сказать, что центр очень серьезный. Сюда приходят люди разных возрастов, разных профессий, знаниями, знающие английский, не знающие английский. Мне приходится об этом говорить, потому что в программировании без английского довольно сложно. Хотя, что касается современного состояния дел, и в Питоне, и в Проджанго есть масса материалов на русском языке, на которые я буду давать ссылки во время занятий. Наши слушатели оставляют нам отзывы, мы чутко на них реагируем. То есть вот буквально вчера оставили отзыв, послезавтра группа, и в этой группе уже как-то эти отзывы учатся. В конце вас тоже попросят оставить отзывы, и вы можете сказать все, что вам понравилось или нет, хотя, конечно, это не курс, а всего лишь его презентация. Все так или иначе сталкиваются с сайтами. Как правило, мы сталкиваемся с сайтами в качестве пользователей, но большинство тех, кто пришел сегодня меня слушать, похоже, что подозревают, что им придется либо контролировать работу разработчиков сайтов, либо писать сайты самим, участвовать в разработке сайтов, проектировать их. Но не все еще представляют себе даже в базовом варианте, как это все устроено. Я расскажу, из чего сделаны сайты, то есть как сайт устроен в принципе, как происходит взаимодействие с нашими компьютерами, как происходит взаимодействие в интернет. Какие требования предъявляются к сотрудникам группы разработчиков? Вот я буду все время переключаться между менеджерами, между начальниками и между программистами. То есть я рассчитываю, что кто-то из вас будет писать это все самостоятельно, мне это ближе. Тем не менее, в силу того, что я давно над этим работаю, мне приходится в том числе и курировать работу других людей. Я хорошо знаю, что без JavaScript, например, сайты писать тяжело. Тем не менее, если вы не касаетесь непосредственно страницы, а работаете над базой данных, то вы можете о JavaScript вообще представлении не иметь. Все зависит от того, насколько вы универсальный человек, и сколько человек ваша компания может позволить себе для разработки сайта. Я хочу сделать упор на том, что, несмотря на многообразие специальностей, которые на самом деле здесь требуются, этот список можно уменьшить. И как раз мы Django будем использовать в качестве такого инструмента. Мы поговорим о виртуальной среде, о том, как сохранить свою работу, как контролировать версии, как не создавать массу папочек 2019.03.31. Еще в 17.20 работало, а в 17.30 уже нет. Я расскажу про веб-сервер, про базы данных. Научу вас страшным словам back-end и front-end. Научу их не бояться. Ну и в конце мы поговорим о некоторых фишечках непосредственно Django. Как вы сможете обойтись без глубоких знаний базы данных и без серьезной работы с HTML. Собственно, в этом и заключается одна из самых лучших вещей, которые можно сказать о многих фреймворках, но, как я считаю, как специалист в этой области, в первую очередь, про Django. Это отсутствие необходимости использовать базы в сыром виде и использовать в сыром виде веб-сервер. Когда вы пройдете курс, вы познакомитесь. И с тем, как база данных используется и настраивается. При этом мы рассчитываем на то, что вы будете проходить у нас курс по базам данных. У нас есть основа SQL, у нас есть курс по POSGRE. И там рассказывают, как вести базу данных, если вы администратор базы данных. Тем не менее, если вы администратором базы данных не являетесь, вы все равно можете ей пользоваться, поскольку Django предоставляет в питонном виде возможность создать базу данных, заполнять ее, регулировать, администрировать, создавать аккаунты. То есть массу всего, что обычно приходится изучать отдельно. Вообще, каждый раз, когда мы говорим о какой-то большой системе, у нас получается так. Когда мы что-то начинаем писать, и выясняется, что есть целая группа направлений, которые либо учит один человек, либо их приходится как-то распределять между людьми, и либо все изучается поверхностно, либо начинается перекладывание с одной головы на другую. Да нет, это в базе данных работает, это у вас на сайте там плохо. Да нет, у нас на сайте тут все настроено, это там ваша база данных. Здесь у вас не то чтобы оказывается все в одних руках, но по крайней мере ко всему получается единый подход. И второе – это веб-сервер. Когда я расскажу, что такое веб-сервер, тогда я расскажу, почему же так хорошо, что в Django есть свой собственный веб-сервер, хоть и маленький, и домашний, но все-таки он присутствует и позволяет сильно облегчить разработку. Ну, это место нашего курса в цепочке курсов. Вообще-то диаграмма не по 4 курсу еще не запущен, но мы ждем его буквально с недели на неделю. И кроме того, скажу вам по секрету, готовятся и продолжения питоновских частей, то есть их там будет 5, 6, 10. По мере их появления вы будете, если будете подписаны на нас, получать об этом рассылку. Перед тем, как изучать Django, вам предлагается пройти базовый и продвинутый курсы Python. Кстати, семинар по первой и второй части у нас будет 25 апреля. Вы можете прийти и послушать, что же мы там рассказываем. Ну и кроме того, конкретно для Django я бы порекомендовала вам послушать SQL, хотя, как я не боюсь утверждать, вы сможете обойтись без этого. Как я уже сказала, полезно это будет любым людям, так или иначе, связанным с сайтами в плане разработки и начальникам, и разработчикам. Ну и, конечно, мы приглашаем, без страха приглашаем и школьников, и студентов, потому что рассказываем мы медленно, вдумчиво, с примерами, даем вам возможность почувствовать все, что у нас происходит. Итак, сайт. Когда вы обращаетесь к интернет-ресурсу, вы берете браузер, как правило, вбиваете в его строку адрес или переходите по ссылке на уже имеющейся странице, и за этим происходит следующее. Ваша строка через браузер отправляется в интернет. Ну, то есть ваш браузер или ваша страница формирует запрос, который представляет собой длинный-длинный-длинный несколько текст, но вам не придется этот текст делать вручную. Очень многое, что уже сделано, реализовано, и вы будете пользоваться функциями для того, чтобы это все формировать. Далее ваш компьютер передает это уже на железном уровне, формирует из этого электрические сигналы, передает это в ваш роутер, который установлен где-то там дома или в организации. И эти сигналы уже преобразованы в такой вид, который будет дальше маршрутизироваться, то есть дальше ваш роутер будет понимать, куда это следует передать дальше. И в первую очередь будет искаться IP-адрес, то есть будет искаться адрес следующего компьютера, который должен это получить. Для того, чтобы получить IP-адрес, нужно взять часть вашего запроса, в котором написано что-нибудь типа Яндекс.Ру, и получить из доменного имени IP-адрес. Для этого есть DNS-сервер. Мы DNS-серверами не занимаемся. Дальше, когда вы получили IP-адрес, когда вы добрались до нужного вам компьютера, на этом компьютере запущена масса разных программ. Эти программы работают постоянно, они ждут, что к ним придет этот запрос. Если программы такие выключены, то ничего не получится. И одна из таких программ, веб-сервер, получив такое письмо, должна его адресовать уже программам следующего уровня. И вот как раз одной из таких программ следующего уровня могут быть джанговские приложения. О том, как их писать, мы будем рассказывать на нашем курсе. Сам сайт состоит из фронт-энда и бэк-энда. Под фронт-эндом мы понимаем то, что видит человек. Вот человек видит страничку. На страничке есть табличка. У таблички есть заголовок, там есть шрифты разные, есть какие-то цвета, есть какие-то кнопочки, ссылочки. Табличка не хранится в том виде, в котором мы ее видим. Вот я только что проводила занятия, у меня были какие-то студенты. Эти студенты были записаны в виде таблички. Я опрашивала студентов, ставила галочки. Ну, то есть примерно как-то вот так вот выглядела эта табличка. Это плохо видно, я ее так показывать особенно не должна. Здесь вот много-много людей, которые пришли к нам на вебинар, и я их буду в конце опрашивать. Я ставлю галочки, нажимаю кнопочку. И вот в этот волшебный момент, когда я нажимаю кнопочку, происходит следующее. Сейчас страничка состоит из кода разметки. В этом коде разметки показано, как должны элементы располагаться между собой. Этот справа, этот слева, этот сверху, этот снизу. Это должен быть текст, а это должна быть кнопочка. Цвета и все прочее, как правило, в этой структуре не участвуют. Для этого есть отдельное. Стайл шит, который прописывает наши цвета, и который, если заменить, будет табличка выглядеть по-другому, а структура у нее останется той же самой. Раньше в HTML писали вместе и структуру таблички, и как она выглядит, все было вместе. Когда я нажимаю кнопочку, начинает работать третья составляющая фронт-энда. Это JavaScript. JavaScript похож на код на C, похож на код на Java. Если вы этого никогда не видели, я это немножечко буду показывать на джанговском курсе. Однако предполагается, что какой-то минимум здесь у вас есть. Ну, в противном случае вы просто используете примеры, которые дам я, и все равно все заработает. То есть мы рекомендуем вам ознакомиться с JavaScript, но не настаиваем на его знании. Так же, как рекомендуем ознакомиться с HTML. Ну, в общем, какие-то азы, конечно, я рассказывать буду. Чем больше вы будете знать, тем меньше мы потратим времени на это, и тем больше мы сможем посвятить самим особенностям Django. Так вот, JavaScript считает вашим кнопочкам сформировать тот самый запрос, который дальше пойдет на вторую часть нашего сайта. Backend или сервер. На этом заканчивается работа на стороне клиента, на стороне ваших пользователей, на стороне вас, когда вы смотрите в браузер. И дальше что? Нужно, чтобы все люди, которые присутствуют на веб-бинаре, оказались в базе данных, отмечены как присутствующие. Они уже собраны, уже есть список. Этот список должен превратиться в запрос. Вы об этом не заботитесь. И передаться в базу данных. Вы об этом тоже не заботитесь. Вы вызовете пару функций. Буквально по странице формируется запрос, и запрос пишется в базу данных. Сама база данных также будет описана на языке Python. Если он вам будет к этому моменту знаком, то у вас не должно быть с этим сложно. И, как я уже сказала, да, требования к разработчику предъявляются о знании всего, но Django будет помогать вам уменьшить этот список. Теперь, как же так получается, что когда на ваш сервер приходит запрос, сервер знает, что делать. Я здесь написала так вот в кавычках, операционная система сама знает, где у нее стоят программы, службы, демоны, что работать должно постоянно, и что в каком порядке запускать. Так вот, эти знания, вот это вот то, что она сама знает, во время работы операционной системы хранится в памяти в виде переменных и значений. Вот, например, когда вы будете устанавливать к себе Python, скачаете с сайта, нажмете «Установить», и вам будут задавать вопросы, куда вы хотите установить Python. в тот момент, когда вы согласитесь поставить его в ту или иную директорию, это будет на время установки записано в памяти в виде переменной. После того, как он туда установится, операционная система про это завудет. Вы открываете командную строку, набираете Python, а он говорит «нет такой команды», и вы с таким удивлением, «Ну, я же только что его поставил». Дело в том, что по умолчанию, то есть изначально в переменной, где лежат все программы, у вас указано «c», «program files», и если Python установился не туда, он найден не будет. Можно что сделать? Можно взять переменную «pult» и добавить к ней другие директории. Добавлять их можно много. Есть и другие переменные среды, которые вы можете менять. По мере того, как вы меняете переменные среды, у вас все больше и больше происходит разница вот этой отдаления, отчуждения от того чудесного момента, когда вы поставили к себе чистенькую операционную систему к тому, когда вы там все устроили так, как вам кажется удобным. И тут приходит новая версия, вы ее устанавливаете, и у вас летят все зависимые. И приходится в срочном порядке эту стройную картину и структуру менять. Все переменные среды, все пакеты, что-то там где-то прописывать. Это оказывается довольно тяжело. Для того, чтобы с этим не мучиться, придуманы виртуальные среды. То есть группа переменных может быть неизвестна. Вот у вас ваша переменная путь будет тогда не в единственном экземпляре, а в большом количестве экземпляров. Вот сколько вы виртуальных сред создадите. Вы создадите себе виртуальную среду под второй Python, потому что он много где еще используется. Иногда, работая в старинных организациях, приходится его поддерживать. Вот в нашей, например. Иногда, ну, имеется в виду не специалист, а МГУ. В специалисте стоит везде уже современный третий Python. Иногда вам приходится держать одновременно у себя два Python при переходе с одного на другой. Потом есть какие-то пакеты. Вот мы здесь с ребятами, когда работаем с графами, у нас получается, что вы ставите, а пакет требует более ранней версии. И если вы все это настраиваете в средах, у вас все получается в каждой среде консистентно. И пакеты стоят в нужной версии. И собрать это все, собирать это все достаточно удобно. И вы под каждый новый проект не уйдете, а старые проекты. А теперь вопрос. Да, у нас сегодня семинар. Это не только я разговариваю. Вам задание. Каковы плюсы и минусы виртуальной среды? Ну, про плюсы я много говорила. Можете еще что-нибудь сказать. А можете сказать про минусы. Можно из зала, можно из веб. Я слушаю ваши вопросы в чат. Я на него смотрю. Так, Django хорош в веб. Но чаще слышно про JS Framework. Просто так сложилось или все еще может перевернуться? React или Django? Это не выбор между React и Django. Про React я буду немножечко рассказывать на Django, но это не выбор. Django это не только... Ну, вот у нас, например, на работе сейчас работает React и Django одновременно. То есть собирается джаваскриптовая часть с помощью React.js, серверная часть базы данных собирается с помощью Django. Я ответила на ваш вопрос? Веб в смысле веб. Веб на чем проще? Веб вы пишете на джаваскрипте в любом случае, но только вы можете писать это чисто на джаваскрипте, а можете использовать какой-нибудь джаваскриптовый фреймворк. В самом Django не очень много разработки статических вещей. Там есть директория, в которую мы кладем готовые статические файлы, но вам придется использовать либо какой-то фреймворк, либо писать самостоятельно. То есть это две дополняющие друг друга вещи. Я, когда тестирую себя на локальном компьютере наш сайт, я запускаю и NPM для компиляции реактовских частей и запускаю Django-вский веб-сервер для работы с ним. А я жду по-прежнему ответы на свои вопросы. Да. Мне кажется, что недостаток, потому что доступ к виртуальной среде может быть не всегда доступен. Неполная аппаратная поддержка виртуальной среды. Так, ребят, похоже, кто-то что-то... Вот вы ответили в правильном направлении, а здесь есть небольшая неточность. Аппарат поддержки виртуальной среде не требуется. Значит, виртуальная среда – это не виртуальная машина. Виртуальная машина представляет собой программу, которая предоставляет доступ к процессору, предоставляет доступ к памяти, может быть неполной, она его может ограничивать, предоставляет доступ к диску, создавая виртуальный диск. То есть это такой компьютер, который состоит из программы и просит ради бога вежливо разрешения у вашей операционной системы немножко поработать на железе, потому что иначе он жить не сможет. А виртуальная среда – это довольно легковесная вещь. Вот вы еще можете про докер почитать. И докер, и виртуальная среда – это не виртуальная машина. Это только возможность сохранить набор переменных и установить пакеты на систему операционную, которая у вас есть. На виртуальную машину вы можете под Windows поставить Linux, под Linux поставить Mac, под Mac развернуть там еще какой-нибудь ось пополам. Пожалуйста, DOS, одно под другим. А виртуальная среда работает на той же операционной системе. Более того, есть системные пакеты, которые ей доступны. Поэтому, когда вы будете работать с виртуальными средами, вы не будете ставить системный питон, или если он у вас уже стоит там под Linux или под Mac, то, соответственно, вы для того, чтобы с ним не конфликтовать, как раз и будете устанавливать среду. Это не готовое решение, это, я говорю, только набор переменных, и, ну, стенд только в том плане, что вы там разрабатываете ваш проект. Недостатки заключаются в том, что у вас получается дублирование, причем такое неслабое дублирование. Вот вы поставили какой-то пакет, а он вас устраивает во всех средах, он во всех средах будет установлен. Если вы будете пытаться его предоставить в разные среды, вы организуете себе такие макароны. Поэтому, если у вас пакет питон 3.7.1 подходит везде, он у вас будет установлен во все среды. Если у вас какой-нибудь там граф виз подходит везде, 2.38, он будет установлен во все среды. В памяти там мы можем выиграть по надежности или производительности. Про веб-сервер я уже рассказала, поэтому я не коснулась тогда. Это то, что ваш веб-сервер, который знает, какой программе дальше передать вашу табличку, также знает, какие страницы вам показывать, какие нет. Какие показывать при авторизации. То есть веб-сервер работает в том числе с полученными от вас куки, с паралями с вашими. И это все очень красиво сделано в Django. В Django очень красиво сделана. Админка, она есть сразу. То есть буквально так. Поставили Django, под Django набрали создать юзера, открыли джанговский веб-сервер. Три шага. И все. И вот у вас уже админка, она уже готовая, у вас готовая форма для логина, пароля ее писать не надо. Не надо. Как пароль зашифровать? Куда его положить? База данных для него уже тоже готова и только ждет, когда там начнут появляться записи. То есть админка полностью реализована. И это прекрасно. И, собственно, база данных. Ну, я приготовила этот слайд на поговорить с теми, кто не знаком, зачем нам нужна база данных. Я об этом сейчас расскажу. Но если вам кажется, что вы с этим очень хорошо знакомы, тогда поговорить можете вы, а я вас послушаю. Но для начала скажу все-таки я. Ну, как же так? Зачем нам на сайте какая-то база данных? Мы не собираемся продавать пачками люстры. Мы не собираемся там пачками учить людей. Вот есть специалист, он хорошо людей учит. Нам много пользователей не надо. Нам надо, чтобы у нас на сайте, например, лежат книги. Книги – это файлы. Мы не будем их запихивать в базу данных. Ну и пусть себе лежат в файловой системе. Пока их 50. А как только их станет 3000, было бы очень неплохо. Каждой книге автора, название, аннотацию, год выпуска. Чувствуете? Ну, придумайте мне сайт, на котором не потребовалось бы хранить данные, взаимосвязанные какими-то отношениями. Ну, сочините мне малюсенький, крошечный сайт-визитку. Вендинг какой-нибудь, посадочная страница. Можно их расцветать, это у меня просто. Вендинг? Вендинг. Ну, посадочная страница, когда есть одна страничка, такая большая, вендинг вообще. И что? На ней? Или какое-нибудь объявление, типа вот у нас там такой-то курс, такого-то числа, вот там можете что-то сделать. У нас один курс? Да. Просто страничка, которая рекламирует курс. Ну, вы понимаете, что фирма, которая рекламирует один курс, скорее всего, будет съедена большой фирмой, которая рекламирует много курсов. А если эти курсы обновляются, то опять же вы оказываетесь в ситуации, когда база данных нужна. Потом может такое случиться, что, ну, на курс приходят люди, они этот курс слушают и уходят. Ну, вот я тоже буду, что я знаю. Ну, то есть, вот я не могу придумать современный сайт, кроме, извините, сайт на реконструкции, который бы не требовал базы данных. Да. Может быть, очень раскрученный сайт регенерации паролев и логинов. Генерации? Да, которые уже прям авто ввозят, он ходит в аккаунты. Самая. В аккаунты? Аккаунты, значит, база данных. Так. Видно в странице, где информация просто сверстана на одну и размечена. Это как интернет-90. Ну, как интернет-90, если на шмейле... Нет, то, что можно сделать без базы данных, да. Разумеется, мы можем всю информацию хранить в файлах. Сейчас вот много, я не знаю, рекламу там в Фейсбуке, в Инстаграме, купил, у нас 23 часа осталось, заходишь, и она фактически сверстана на несколько картинок и там на странице пикни и купит. Все. Один продукт, одна страница. Понятно, что это разовое и неработоспособное салет. Я думаю, что он неразовый, работоспособный и генерится из базы данных. Я не спорю с вами. Возможно, кто-то и продает действительно разовое, особенно, если продают что-нибудь плохое или там... Ну, как сказать? Ну, если продают, скажем, лекарства, которые на самом деле не лекарства, ну, понятно. Итак, если информация нужна, в первую очередь это пользователи и аккаунты. Как я уже сказала, в Джанго все уже очень здорово придумано и сделано за нас. если мы что-то продаем, то цены, описание товаров, отзывы, все это база данных. Каталоги, списки. В общем, от нее никуда не уйти, но можно избежать необходимости ее всерьез администрировать. Хотя наши преподаватели рассказывают об администрировании и рекомендуют все-таки это знать. Ну, как-то давайте не путать поверхностное знание и глубинное. Тем не менее, как старт это вам очень-очень-очень поможет. Вы сможете отложить вопрос глубинного изучения базы данных. Ведь как у нас получается? Мы задумали какой-то проект и не знаем, за что хвататься. Тут у нас сайт, тут у нас аренда, тут еще какая-то база данных, какие-то люди, которых надо нанимать. Ну, даже вот уже готовый бизнес это тяжело, а стартапы это еще тяжелее. Но когда у нас хоть где-то есть возможность чем-то заняться позже, это хорошо. Теперь, собственно, немножечко о самом Django. Когда вы устанавливаете Django, вы устанавливаете, ну, мы будем его устанавливать под Linux, я буду показывать, как он разворачивается под Linux. Если у вас есть возможность принести свой компьютер, можете приносить свой, хотя мы будем в том числе ставить пакеты, поэтому если вам страшно администрировать свой компьютер, то мы будем работать здесь. Здесь мы работаем под Windows, под который установлена как раз виртуальная машина, а под виртуальной машиной у нас будет виртуальная среда. Я помогу вам в этом не запутаться. И когда мы устанавливаем пакет Django, там по умолчанию, кроме админки, по сути, ничего и нет. И каждая следующая часть вашего сайта вы пишете в отдельной директории, и эта отдельная часть решает какую-то свою задачу. Вот, опять же, взять сайт специалиста, там есть курсы, и страничка, показывающая курсы, это отдельное приложение. Взять, допустим, страничку, на которой я должна отметить всех присутствующих. Это тоже отдельное приложение. Оно показывает табличку, оно принимает галочки, оно запоминает, там предлагает мне выставить оценки. Я обязательно поставлю всем хорошие оценки, кто у меня здесь отвечал. То есть, когда у вас есть законченная, замкнутая задача, которую вы можете обозначить от начала до конца, вы, как правило, кладете ее в директорию, и более того, как правило, вы даете ее одному человеку. Но если у вас есть очень много специалистов, один может делать дизайн, другой может делать там базу данных, может делать JavaScript, а четвертый может делать у вас структуру, ну тогда, конечно, вы можете четырем людям предоставить возможность делать ваше приложение, но приложения могут развиваться независимо. С другой стороны, приложения могут использовать друг друга. То есть если вам требуется, чтобы какое-то приложение предоставляло, допустим, информацию о переводе часов, которой у нас, слава богу, уже нет, но в других странах есть, и это приходится учитывать, или если нужно получить тех же самых пользователей, мы обращаемся к соответствующему приложению. То есть с одной стороны они изолированы, с другой стороны могут взаимодействовать друг с другом. И еще одна удобная вещь, это шаблон страницы. Мы часто встречаемся с тем, что нам нужно сделать похожие странички, на которых не только похожий стиль, а еще и похожая структура. Самый яркий пример, это, конечно, всякие там фейсбуки, вконтактики, где есть фотографии, есть стена, есть список подписок людей, есть что? И меняется только содержимое, меняются только надписи. Для этого случая в Django разработана серьезная система шаблонов. Это немножечко свой язык, он не очень суровый, он похож на питон, но не полностью. Питон там такие урезанные варианты циклов, когда вы можете просто взять переменные и передавать их в этот шаблон, не подставляя строки и таким образом рискуя, что вы нарушите структуру, просто ошибаясь подстановкой в строке, а вы делаете совершенно корректную HTML-форму, в которой участвуют переменные и конструкты Django, как и народные тела такие. Таким образом, вы можете всегда проверять эту страничку на корректность каким-нибудь валидатором, который поддерживает шаблоны. Я привела пример с фейсбуками, а вас попрошу привести еще парочку примеров таких вот шаблонных страниц. Ну, конечно, конечно, какой-нибудь там картинка-смотритель, фильм-осмотритель. специалист. Ну, в специалисте что? Что там? Шаблон курса, да? Там шаблон курса и разделы один и те же. Шапка одна и та же, это не совсем шаблон, это вы будете, у вас будет приложение, меню, и будет под ним, собственно, курс, а вот курсы, каждый курс представляет собой шаблон. Да, есть описание курса, преподаватель, все такое. Да, очень хорошо. Ну, наш семинар подходит к концу. За 45 минут поставить и магическим образом настроить джанго можно только очень быстро и всех напугать, поэтому даже открывать консольку Linux. Занятия у нас проходят в следующем режиме. У вас здесь установлена виртуальная машина и вы в ней работаете. Для того, чтобы ваши наработки не терялись, а в случае ошибок все можно было быстро восстановить к работающей версии, мы используем систему контроля версий git. Мы создаем проект, подключаем к нему систему контроля версий, и каждый раз, когда мы делаем изменения, мы записываем в git это изменение и записываем, какие файлы были изменены одной командой. Если произошла ошибка, мы можем одной командой отмотать назад, то есть у нас своя более серьезная система анду, чем в одном файле. Так вам пришлось бы в нескольких файлах сразу редактировать до последнего работающего варианта. А так вы просто можете отмахнуть все последние изменения на несколько версий назад. Уроки у нас в ближайшее время начинаются 15 апреля, проходят по вечерам, и по окончании урока все, что я говорю, а я когда говорю, обычно веду записи, я не показываю презентацию, если я показываю программирование, то есть я веду конспект, этот конспект вы получаете в ваш личный кабинет, можете его всегда скачать, просмотреть, вернуться к нему. Я обязательно даю домашнее задание, вы можете написать мне на корпоративную почту и получить консультации и ответы, и мы обязательно разбираем домашнее задание в классе, и я очень люблю показывать всем чужие ошибки, если автор это позволяет. Чем больше ошибок мы делаем, тем больше людей встречается со странными ситуациями, с которыми потом не встретиться на работе. На этом вы можете писать мне, честно скажу, что за телефон указан здесь администрацией, я не знаю, а почта, это моя корпоративная местная почта, вы получите презентацию в личный кабинет и сможете на нее мне какие-то вопросы задать.